Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. И сегодня я вам расскажу о том, как обрабатывать луковицы цветочных культур перед посадкой. Независимо от того, что вы выращиваете на своем садовом участке, тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, их нужно обязательно перед посадкой готовить. Ну, многим скажут, да, ничего страшного, поткнем в землю, прорастут и все будет нормально. Так-то оно так, но представьте, какой урон может нанести одна какая-нибудь больная луковица, которую вы купили на рынке или которую взяли, одолжили у своего соседа. Буквально одна луковица может нанести огромный урон. Погибнут, заболеют, по крайней мере, многие растения. Вот чтобы этого не было, опытные садоводы перед тем, как втыкать эту луковицу в землю, обязательно проводят подготовку. Она состоит из нескольких этапов. Итак, первый этап обработки луковиц, собственно говоря, это сортировка их по размеру. Опытные садоводы делают это буквально сразу, выкопав луковицы из земли. Но если вы этого не сделали в свое время или только приобрели луковицы, стоит это сделать перед посадкой. Для чего это делается? Ну, как известно, качество зависит от размера. В данном случае это так. Крупная луковица, естественно, даст лучшие, более качественные цветы, чем мелкая луковица. Ну, в принципе, все цветоводы, промышленное цветоводство используют только крупные луковицы, мелкие выбраковые. Ну, наши любители люди рачительные, поэтому, естественно, они их не выбрасывают. И я вам все это не выбрасывайте. Мелкие луковички можно посадить на какую-то общую клумбу, где они, в общем-то, не испортят внешнего вида. Ну, а, конечно, качественные крупные луковицы надо садить отдельно на самые красивые места вашей клумбы. Итак, после сортировки по размеру разложите перед собой те луковицы, которые вы оставили окончательно и решили садить. Следующим этапом надо их тщательнейшим образом осмотреть на предмет повреждений и болезней. Причем вот эта вот шелуха, которая не окружена, жесткая такая уже засохшая, ее нужно обязательно снимать. Потому что как раз повреждения и болезни могут оказаться под этой шелухой. Мало того, эта шелуха, она будет мешать луковице впитывать из земли все питательные вещества. Снимайте ее аккуратно, стараясь не повредить саму луковицу. Вот на одной из наших луковиц обнаружилось явно какое-то повреждение или заболевание. Что с этим делать? Нужно взять острый-острый нож и аккуратно это удалить. Но аккуратно, стараясь не повредить в глубину нашу луковицу. Дело в том, что это повреждение на поверхности находится. Удалять надо, стараясь захватить немножко и здоровой ткани в ширину. Ну и теперь самый важный момент. Все наши отобранные луковицы нужно обязательно обработать от всевозможных заболеваний. Ну, обычно берут для этого слабый розовый раствор марганцовки и примерно час каждую луковицу в этом растворе протравливают. Ну, где взять марганцовки? Марганцовка из аптек у нас исчезла, ее изъяли из продажи. Ну, уверяю вас, для такой обработки отлично подойдет любой из ныне действующих, продающихся фунгицидов. Ну, я обычно использую фундазол 0,2% примерно. Это буквально чуть-чуть, вот такой пакетик на 10 литров воды разведите и протравите примерно 20 минут. Просто развели и опустили туда луковицы. Я вам, конечно, советую, если у вас разные сорта, каждый сорт обрабатывать отдельно, чтобы ни в коем случае они не перемешались. Причем имеете в виду, что вот этот раствор фактически не расходуется. Ну, да, капельки, конечно, остаются на луковицах, то есть его все меньше и меньше, но действующее начало, сам фунгицид, он не расходуется. Поэтому протравить можно огромное количество этих луковиц в таком приготовленном заранее растворе. После такой обработки луковицы надо вытащить и разложить где-нибудь в теплом тенистом месте, не на прямом солнце, минут на 20-30, чтобы они обсохли перед посадкой. Возможно, кому-то из садоводов такая вот предварительная обработка покажется делом хлопотным и нудным. Ну что ж, я вам дам другой совет. Обращайтесь в специализированные магазины, где уже продают обработанные луковицы, причем они откалиброваны по размеру, причем разных категорий бывают. Естественно, уже обработаны от всевозможных болезней и полностью уже приготовлены к посадке. Ну и, наконец, обработав луковицы, стоит также обработать и то место, куда вы их будете сажать, обработать почву. Потому что, если вы почву не обработаете, вы сведете на нет все ваши усилия. Для этого нужно ее накануне перекопать на штык лопаты, обязательно выбрать все сорняки, которые в ней есть, и дать ей сутки постоять. Для чего? За сутки она немножко осядет. Потому что, если вы сразу начнете садить туда луковицы, то, оседая, земля утянет их на большую глубину. Вот у каждой луковицы есть определенная глубина посадки. Как мы уже говорили, это три высоты луковицы, две-три высоты луковицы. И посадите глубже, растение будет дольше пробиваться, соответственно, потратит гораздо больше сил. Наконец, еще одно. Должна быть почва обязательно рыхлой, воздухопроницаемой, без застоя воды. Если у вас земля глинистая, добавьте торфа, добавьте песка. Если она песчаная, это тоже плохо. В песчаной почве вода не задерживается. Луковицы будут пересыхать, тоже будут плохими и слабыми, соответственно, ваши растения. Остатками раствора от обработки луковиц можно пролить тот участок, куда вы будете их садить. Вот если вы выполните все эти рекомендации, то можете смело рассчитывать на то, что ваши луковичные растения будут здоровыми и порадуют вас красивым и обильным цветением. В принципе, таким способом обрабатываются практически все луковичные. Ну, может быть, за исключением гладиолусов, там есть своя специфика. Итак, сегодня я с вами прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты, а лучше подписывайтесь на наш видеоканал на YouTube. И красивого вам весеннего цветения.